Дорогая молодежь, в сегодняшнем нашем тексте, который мы читаем, над которым рассуждаем, есть такой призыв. Я не буду читать текст, только обращу внимание на один призыв. Это будет и темой моей проповеди. Делай добро. Уповай на Господа и делай добро. Друзья, молодежь, я думаю, что нам, крестьянам, должна быть знакома добродетельная жизнь. Чтобы мы знали, что такое добро, что такое приятная, может быть, радость от сделанного дела добра, мы должны это знать на нашей практической жизни. Как-то мы молодежью пели в городе. Одна женщина к нам подошла и спрашивает нас, а кто вы такие, откуда вы? Мы назвались, кто мы, откуда мы такие. Она говорит, да, это хорошие вы люди, вы друг другу помогаете. Я поспешил утвердительно сказать, да, да, это мы, правильно вы нас поняли. Ну, я сказал, что мы евангельские христиане и баптисты. Но она такой сделала нам комплимент, сказала, что это люди, которые друг другу помогают. А сам я себе думаю, это действительно ли так в нашей жизни? Или это слава прошлых лет за нами тянется? Молодежь, мы так живем, как о нас говорят? Или это может быть о прежних о нас воспоминаниях, что вот мы помогаем друг другу? Я так для себя отметил, что сегодня мы меньше этого делаем. Сегодня часто мы стараемся что-то делать для себя и мало делаем для наших ближних. Слово Божие нас призывает, делай добро. Друзья, делать добро часто это очень просто и несложно. И делание доброго добра, оно нам приносит радость. Такой маленький тоже пример. Как-то я еду по Харькову, по большой улице, трехполосное движение. Спешил по своему тоже делу. И вот один водитель на солидной машине, он грубо нарушая правила дорожного движения и составляя большие помехи движению, пересекает эти три полосы и попал в ситуацию неловкую. Он не успел ни переехать, и здесь он движение перекрыл. И вот три полосы движения, машины едут, и все остановились. Ну, затормозили резко. Кто-то начал его объезжать. Ну, а я как-то так среагировал. Думаю, пропущу человека. Ну, вот он попал, он даже настолько растерялся, что он даже руки поднял. Вот так раз и не знает, что делать. Куда, назад или вперед, со всех сторон машины его поджали. А я вот так остановился и показываю ему, проезжайте. Он так сориентировался, сразу взялся за руль. Я подождал, пока машины встречные проедут. Он проехал, поблагодарил так меня сердечно. И я поехал. Я поехал. И знаете, что было у меня на сердце? Такие радостные ощущения или такая приятность на душе, что я сделал доброе человеку, что я его пропустил. А в общем, что я такого большого сделал? Ну, 10 секунд потратил, да? 10 секунд потратил, но сделал доброе дело. И это мне потом было приятно, что сделал человеку доброе дело. А можно по-другому среагировать, да? Ну, так и бывает тоже, где-то возмущен. Ну, куда ты, что ты делаешь? Да, как ты ездишь? Можно было тоже бы объехать. Я думаю, что радостных бы ощущений на сердце бы не было. Друзья, этот призыв я бы хотел для нас напомнить. Делай добро. Кто до этого не делал добрых дел или делал добрых дел очень мало, начните сегодня и делайте. Пусть вам тоже будет знакома практика добрых дел. Пусть вам будет знакома добродетельная жизнь. Слово Божие нас сегодня к этому призывает. Делай добро. Чтобы нас не только помнили по прошлым годам. Вот это христиане, которые друг другу помогают. Которые друг другу добрые дела делают. А чтобы нас знали по сегодняшней нашей жизни, по сегодняшним нашим делам, что мы делаем добро. И в церкви, и окружающим нас, и в общем даже просто случайным людям, чтобы мы делали добро. И через это узнавали тоже, что мы верующие, что мы христиане. Я прочитаю один текст, записанный в первое послание Тимофею. Вторая глава, девятый, десятый стих. Я прочитаю выборочно несколько слов. Первое Тимофею 2.9. Чтобы украшали себя добрыми делами. Друзья, о добрых делах я хотел бы две стороны отметить для нас. Добрые дела, они украшают человека. И еще одна мысль. Добрые дела, они влияют на окружающий нас мир. И изменяют его. Вот эти две мысли я бы хотел отметить. Добрые дела украшают человека. Здесь так апостол Павел пишет. Чтобы украшали себя добрыми делами. Я думаю, что молодежи это очень свойственно. И это нормально, друзья. Когда молодежь желает выглядеть красиво. Ну, никто не желает выглядеть как-нибудь, чтобы на него так смотрели. Ну, какой-то неряха, да? Или некрасивый человек. Каждый стремится быть красивым. И это нормально. И даже Слово Божие нас к этому призывает. Чтобы мы украшали себя. Но мир сегодня предлагает свои средства. А Слово Божие предлагает свои средства. Как нам выглядеть, как нам быть красивыми. Как нам себя украшать. Слово Божие предлагает украшайте себя добрыми делами. Молодежь, кто уже испробовал много разных средств, разных методов, чтобы быть красивым. И то ему предлагали, и то он пробовал, и так, и так, и позволенными методами, и непозволенными. Попробуйте еще одно средство. Это добрые дела. Если об этом говорит Слово Божие, я думаю, что это будет действенным методом. Я вот таких два сравнения приведу, или два примера. Я расскажу о двух людях, о двух детях, которые тоже делали добрые дела. Вот об одной мы сегодня слышали, это девочка, которая жила у Неймана. Это была девочка, у которой в жизни было много переживаний. Ее забрали из родной страны, ее забрали из отчего дома. В чужом доме она прислуживает. Я думаю, у нее было много причин, чтобы не любить этих людей, и не делать этим людям добрые дела. Но мы знаем, что она из своей доброжелательности говорит, «Если бы господин мой побывал в доме у пророка, который в Израиле, он снял бы с него проказу». Друзья, это доброе дело. Это доброе дело. Я сильно не буду подробно рассказывать об этой истории. Вот немножечко мы себе представим эту девушку. Мы не знаем ее девочку, маленькую девочку. Мы ее никогда не видели. У нас нет ни одной ее фотографии. Какая она была? Ну, мы знаем только, что маленькая девочка. Молодежь, кто из вас себе представляет ее некрасивой? Такая некрасивая, невзрачная такая, ну, ничего особенного. Если так немножечко в нашем воображении, когда мы слышим какое-то описание, мы сразу себе представляем человека, да? И я себе тоже представляю. Вот эта девочка, она была приятная. Она была такая, ну, хорошая, добрая. И вместе с тем она была красивая. Вот то доброе дело, которое она сделала, оно украшает человека. И по жизни. Вот когда мы делаем доброе дело, и это сразу нас красит. Украшает человека добрые дела. Еще один такой пример. Рассказывала одна учительница. Это было в одной из христианских школ. Она заметила однажды, ну, такое обстоятельство, или, как сказать, ну, такую вещь она заметила. Приходит она в школу, уже некоторые дети в классе находятся, а на ее столе лежит несколько конфет. Кто-то, ну, она понимает, кто-то из детей положил несколько конфет. И на следующий день опять несколько конфет. И так часто это повторялось. И она не знала, кто это делает. А потом для себя решила все-таки узнать, кто же это ей на стол ложит эти конфеты. И она пришла пораньше и выследила. Один мальчик, которого звали Сережа, он приходил заранее, ну, запасался, видимо, конфетами. И учительница вот делала такие добрые дела. И что еще интересно, что дело это тайно. Ну, не так явно, да, вот вам конфеты. А дело это тайно. Вот такое дело. Конечно, ей было приятно. Вот. И она так расположилась к этому мальчику. А был еще один у этого мальчика такой случай. Кто-то из старших заходит. А он в столовой, где они там кушали, подметает. Ну, он так посмотрел и так вывод такой сделал. Что, Сережка, провинился? Ну, думали, за какую-то провину заставили убирать. А он говорит, нет, я просто помогаю. Как? Просто помогаешь? Да, вот я помогаю уборщице здесь убирать. Ну, этот человек, который это заметил, говорит, я так остановился, смотрю. Удивительно, да? Вот мальчик, он, ну, обычно спешат побыстрее побегать, да, какими-то своими делами заняться. А он здесь помогает. Друзья, я вот рассказал вам об этом мальчике. Как вы себе представляете этого мальчика? Красивым или нет? В вашем воображении какой-то образ сформировался, да, вот этого мальчика, пока я рассказывал. Я думаю, какой бы не сформировался, но некрасивым вы его себе не представили, да? Потому что добрые дела, они украшают. Даже человек, который считает себя невзрачным или таким ничем не выдающимся, если будет делать добрые дела, и будет, знаете, особое восприятие и особое расположение. Вот я тоже так по себе знаю, что вот люди, которые делали добрые дела, и особенно мне делали добрые дела, да, вот у меня к ним особое расположение, особое такое восприятие, и они для меня красивые, они для меня хорошие. Друзья, ну и еще один момент такой. Вот первая мысль – это чтобы украшали себя добрыми делами. Кто испытывает в этом недостаток? Ну, никто испытывает. Я думаю, что мы все в этом нуждаемся, чтобы быть красивыми. Особенно тот, кто считает себя некрасивым. Испробуйте это средство. Делайте добрые дела. Добрые дела влияют на окружающий мир. У нас есть в жизни много проблем, много переживаний. В многие затруднительные ситуации мы попадаем. В какие-то конфликтные ситуации. И мы ищем выход как-то из этой ситуации. Как выйти? Или добиваться своего? Или справедливость? Или высказать? Или поставить на место? Ну, такая ситуация получилась. Как нам из нее выйти? Друзья, испробуйте тоже добрые дела. Добрые дела, они изменяют. Они влияют на окружающий мир. Одну такую заметку читал за Авраама Линкольна. Это был президент Америки. Ну, руководитель государства. Но этого человека был неприятель. Или, так можно сказать, враг его. Недоброжелатель. Этот человек тоже был очень видным и очень влиятельным. Ну, а он сильно противодействовал президенту. Ну, не знаю, из каких побуждений. Не любил его. Ну, даже вот так он о нем говорил. Открыто говорил, не смущаясь. И он говорил, что если вы хотите, если кто захочет посмотреть на обезьяну, вам не обязательно ехать в зоопарк. Вы можете поехать на такую-то улицу и по такому-то номеру дома ее посмотреть. Ну, это он говорил о президенте. И очень много других дел, поступков, вот так против этого человека. Правда, затруднительная ситуация? Ну, этот человек, Авраам Линкольн, поступил с ним так. Ну, вот как президент он мог с ним поступить, ну, любым способом, любым средством. У него, я думаю, достаточно было силы, чтобы как-то с ним расправиться. Но он этого человека сделал одним из своих министров. И когда президент умер, и на его похоронах этот министр выступил и сказал одну фразу. «Умер величайший лидер человечества». Друзья, правда, доброе дело повлияло на этого человека? То доброе дело, которое сделал человек, он мог по-разному поступить с ним. Мог свое негодование и ненависть по-другому выразить, да? Но он сделал доброе дело. И это преобразило человека, это изменило. Это изменило всю ситуацию. Мы знаем также библейский случай, когда Саул гонялся за Давидом, хотел его убить. И вот такая получилась ситуация. Ну, Давид убегает, Давид в такой трудном положении. Получилась такая ситуация, что Саул пришел в пещеру, а Давид здесь со своими людьми. И он мог здесь легко с ними расправиться. И мог решить свою проблему, мог решить проблему своего врага. Ему предлагали это, но он говорит, не делайте этого. Ну, он там, мы знаем, отрезал край от одежды. А Саула не умертвил. Он сделал доброе дело для своего врага. Так, друзья, какой имело это результат? Саул, когда на следующий день услышал о добром деле, который сделал Давид, он попросил у него прощения и говорил, да, я делал неправильно. Прости меня, сын мой. И написано, что Саул возвратился в дом свой. Часто, когда мы в жизни где-то высказываем, или, так скажем, прямо мстим, то это не решает вопроса. Враг продолжает, или неприятель продолжает против нас действовать, что-то опять замышлять, что-то опять делать. Но доброе дело, оно может повлиять, оно может изменить. В вопросе, друзья, у нас, когда мы желаем тоже кого-то направить на истинный путь, кого-то вразумить, или быть, ну, так скажем, остановить кого-то, ну, кто неправильно поступает. Друзья, часто мы думаем, что нужно здесь уговоры, вразумление, или выговор, еще что-то может быть. Друзья, а как, думаю, много, значит, в этом моменте тоже доброе дело. Я вот один пример расскажу. Один брат рассказывал из своего детства такой случай. Это был сын узника. Папа находился в тюрьме, мама с многодетной семьей дома, он ходил в школу. И вот однажды, говорит, у меня такой произошел случай. Мама, говорит, всегда нам давала в школу 10 копеек, ну, чтобы купили бутерброды, покушали, купили булочку в школе и как-то перекусили. И, говорит, я иду в школу с этими 10 копейками, встретил своих товарищей. И вот вдруг эти товарищи начинают между собой решать такой вопрос. Давайте, говорит, сегодня в школу не пойдем, а сегодня будет в кинотеатре интересно кино. Пойдем не в школу, а в кино. Он, говорит, сначала меня это смутило. Я понимал же, что я верующий, не должен там находиться. Но не смог им противостать. И тоже влечение, интерес, сделал свое дело. Говорит, и я вдруг оказался перед кассой. Оказался перед кассой, а потом не смог остановиться, уже совесть обличала. Говорит, я все-таки купил билет, и вот, говорит, я нахожусь в кинотеатре, смотрю какой-то фильм. Но, говорит, мне так горько было на душе, что я даже не помню, о чем было кино, что там показывали. Говорит, одно у меня было на сердце, вот это горечь. Потом все это закончилось, говорит, я уже ждал, пока это все закончится. Вышел на улицу, ну, из мрачного помещения вышел на улицу. Свет, солнце, говорит, такой слепительный свет. Говорит, я сначала даже глаза прищурил, а потом сам думаю, что же мне делать, куда мне теперь идти. Пойду домой, мама спросит, почему так рано пришел. Узнает, придется рассказывать. Пойду в школу, там спросят, почему опоздал, напишут в дневник. И вот так, говорит, сам стою, и вот так у меня решение. Что мне делать, куда мне идти? И вдруг слышу голос, этого мальчика тоже звали Сережа. И такой слышал, говорит, голос, Сережа. Говорит, я начал вокруг осматриваться, кто меня зовет. И я слышу, кто-то зовет, зовет, сориентировался, откуда голос. Я поворачиваюсь, и вот там за решетчатым заборчиком смотрю, стоит моя мама. А я на пороге кинотеатра. Я, говорит, подумал, ну все. То думал, как меня теперь увильнуть, а здесь мама меня на самом пороге застала. И она зовет меня к себе, говорит, ну я иду, и уже думаю, что сейчас будет. Ну и ругать будет, ну дома, наверное, наказывать будет. Ну, в общем, представлял себе что угодно, что сейчас будет. Мама подходит, говорит, Сережа, что ты здесь делаешь? Ну он так наклонил голову, молчит. Она, говорит, полезла в сумку, что-то там ищет. Потом, говорит, а я смотрю, она через решетку меня протягивает. Говорит, Сережа, на, возьми 10 копеек. Он, говорит, я так опешил немножечко, как? А она говорит, ну ты же свои 10 копеек потратил. Тебе не на что будет булочку купить. Возьми 10 копеек. Говорит, я эти копейки взял, положил в карман. Говорит, ну хорошо, иди в школу, будь остальные уроки там, потом придешь домой. Говорит, ну я пошел в школу, а сам думаю, ну да, 10 копеек она мне дала. Но приду домой, она мне все вспомнит. Прихожу домой и жду разговора. А мама, как обычно, там что-то делает, обед ему накрывает. Сережа, иди кушай. Я думаю, ну покушай, сейчас она будет наказывать, может пороть будет. Говорит, покушал, опять ничего. Говорит, иди делай уроки. Он пошел делать уроки, а сам, говорит, я в напряжении таком. Ну и совесть тревожит за сделанный поступок. Совесть тревожит, но сам в таком напряжении. Думаю, ну когда же она вот все-таки возьмется за дело. Собрались вечером на молитву. Она открывает Библию. Я думаю, ну вот сейчас она, наверное, что-то такое прочитает обязательно, чтобы мне сказать, чтобы вот осудить мой поступок. Она читает совершенно другой текст и совершенно о другом говорит. Сказала что-то нам, какое-то наставление. Говорит, помолимся. И он говорит, и вот здесь меня, ну как он сказал, прорвало. Я встал на колени, плакал и молился. Господи, прости меня. Так я, говорит, немножечко такой был напряженный. И немножечко такой, ну, на защиту. Как-то оправдываться, защищаться. А здесь это сокрушило мое сердце. Говорит, я начал каяться и просить у Бога прощения. Друзья, доброе дело, оно сделало свое дело. Часто вот мы пользуемся, вот так вразумляем, там какой-то выговор и что-то другое. Да, друзья, и наказание, это все на своем месте. Но когда мы желаем достичь какой-то цели, как часто нам нужно сделать просто маленькое доброе дело. Это совершить свою работу. Еще один последний пример. Один брат, который возил детей в школу, это тоже пример из христианской школы, на автобусе, который для этого предназначен был. И он говорит, как обычно, я езжу по станциям, собираю детей. А он был и водителем, и, по-моему, или директором, или заучим в школе. Говорит, я собираю детей, на каждой остановке останавливаюсь, дети садятся. Ну и едем. Пасмурный такой день. И, говорит, и вдруг я чувствую, говорит, ко мне тянется чья-то рука. Вот я еду за рулем, а ко мне протягивается чья-то рука. Говорит, я поворачиваюсь, думаю, кто там из детей, ну, немножечко напирает. Я поворачиваюсь так немножечко боковым зрением и смотрю, тянется рука со сникерсом, с конфетой. Говорит, я поворачиваюсь, посмотрю, кто там, кто этот человек, кто этот мальчик. Говорит, смотрю, а этот мальчик, ну, из одной семьи христианской, его звали Елисеем. И тянет мне сникерс. И, говорит, мне так удивительно было, что мальчик мне дает конфету. Ну, говорит, я взял конфету. Такие тоже хорошие чувства наполнили в отношении этого мальчика. Думаю, это интересно, удивительно, что вот мальчик обратил внимание и поделился. Потом привез детей в школу, начались уроки. И первый урок стук в дверь. Заходит учительница и говорит, у нас проблема. Один мальчик плохо себя ведет на уроке, срывает урок. Говорит, ну, пусть подойдет. Она выходит, говорит, заходи. Говорит, она вышла и заходит Елисей. Говорит, ну, учительница ушла, говорит, а он передо мной стоит. Я, говорит, ну, уже думал, сейчас надо с ним беседовать, наказывать как-то. И он передо мной стоит, он говорит, а между мной и им сникерс. Между мной и им. И я говорю ему, ну, что, Елисей, наказывать тебя надо. Ну, что с тобой делать? Ну, он с ним побеседовал, повещевал его. И, конечно же, наказание было совсем другое. Наказание было намного помягче. Тот сникерс, он сделал свое дело. Я не хочу сказать, что это плохо, да? Что вот надо подкупать, как-то делать добрые дела, чтобы избежать какого-то наказания. Слушайте, оно часто, это и нас приводит в какую-то трезвость, да? И мы где-то более трезво реагируем на какие-то поступки, когда есть какое-то доброе дело. Друзья, поэтому сегодня у нас такая тема и призыв. Уповай на Господа и делай добро. Да поможет и нам Господь украшать себя добрыми делами. И делать добрые дела, потому что они влияют на окружающий нас мир.